друзья всем здравствуйте вы находитесь на канале я верю в чудеса и с вами марина кто не в курсе я напоминаю что это третья часть о моих уходовых средствах за декабрь кто не смотрел мои первые две части пожалуйста проходите на мой канал и посмотрите так а мы с вами продолжаем значит показываю я средства праздно брод хотя начинала от больших пузырьков к маленьким но сейчас уже все что осталось и так давайте продолжим ну вот это наверное самая большая баночка которая у меня сейчас есть значит это у нас лосьон для тела компания эйван это соблазнительный аромат клюквы и корицы значит по поводу вот этого молочка что хочу сказать давайте по традиции занюху да аромат аромат приятный кисло сладенький именно пахнет такой клюквой и пахнет знаете вот чем-то сладеньким но естественно вот компании эйван любит такое что-то слащаво чем-то так засластить свои продукты говорим продукты подразумеваем продукты продукты и продукты имеется ввиду продукция компании значит хотя здесь ничего не заявлено в плане сладости они могли например заявить как клюква в сахаре но здесь именно клюква с корицей по идее здесь ничего сладкого не должно быть но я здесь чувствую именно какую-то сладость и я даже не знаю это за сахаренная клюква или что имя как именно какая-то вот сладость даже знаете вот не сам сахарный вот песок если вот его попробовать ну как говорится но палец обмакнуть сюда в сахарницу и как говорится попробовать вот этот сам сахар кристаллики вот такие да нет это именно знаете как разведенный сладкий сироп такой для варенья или вот он короче когда вот делают сладкий сироп вот именно вот вот такой вкус и клюква клюква очень хорошо чувствуется и ну какая-то перчинка ну я образно горе перчинка да вот в плане клюквы ой в плане корицы какая-то вот такая ну как сказать пряность присутствует так теперь по поводу самого крема лосьона значит этот лосьон он отличается от других лосьонов так как это была выпущенная лимитированная коллекция зимняя сейчас я в продаже нет я не знаю может быть сейчас уже как-то не переоформили потому что иногда бывает то что компания перевыпуск перезапускает допустим один тот же аромат просто делает например вот здесь написано например клюква корица они могут сделать например ты красные ягоды или зимние какие-то ягоды значит вот так как эта коллекция была приурочена к новому году зимняя такая коллекция вот здесь консистенция она густоватая жирноватая плотная такая и как такой жирненький крем питательный не такой как быстро впитывать как например вот есть и крем тоже я покупала маракуйя и пион по моему там вот летняя такая была лимит не лимитка она сейчас тоже есть по моему там вот консистенция такая легкая приятно она сразу впитывается а здесь немножечко такой пожирнее такой знаете вот как как пломбир скажем так так но классный крем вот вы видите да я не часто пользуюсь потому что он жирноват и все равно даже если на зиму немножко я я не люблю такие немножко он жирнит конечно впитывается но это долго но приятный аромат классный экспресс кстати спрей такие один был второй вам было 3 венец а по-моему еще где-то есть еще и третье заначки но серия хорошая достойная так давайте дальше дальше идем но если уж начали по кремикам давайте по кремикам так в качестве крема для лица я использую вот такой лаборатория природы крем для лица огуречные для жирной комбинированной кожи значит тут заявлено устраняет жирный блеск улучшает цвет лица и тонизирует живой источник красоты я говорила когда я его покупала я пришла я хотела купить огуречный именно крем запахом огурца свежего но компании не то свобода не то вот не тунецкая косметика тоже вот короче вот хотел попробовать не было никак до такого огурца крема огуречного время ввиду и захотелось мне попробовать девушка мне предложил город у них таких нет на данный момент кремов и она мне предложила значит консультанта это я покупала магнит косметик предложила вот такой говорит у нас есть огурец как раз для жирной кожи комбинированный и рыно давать и он стоил буквально там не на 50 рублей что ли там или со скидками он шел или действительно такая цена была где покупал где-то может быть не знаю весной или что-то вот но не помню так вот по поводу свойства этого крема значит как именно крем для лица ум не не подошел не подошел в плане чего я его знаете я вот именно сейчас если использовать его поставила на использование сейчас я его использую именно знаете как крем для рук но и как и крем для лица я его использую как и на ночь иногда и в дневное использование ну короче вот так вот комбинирую знаете так вот он именно жирноватый для жирно комбинированной кожи должны быть легкие текстуры я не знаю почему так получилось почему они вот именно на лето он вообще не подойдет но я его использую именно как крем для рук и вот я не знаю вот здесь и здесь что то есть надо или он как-то чуть-чуть наверное его трясла и немножко так то так то сяк там по прилипала там наверное ну двойственное такое знаете именно на зимнее время если второй раз купить нет не куплю советовать я не могу вам чего-то советовать это как говорится вы сами выбираете но я бы например не посоветовала вот именно в рекомендации если я бы его не рекомендовала так скажем не то что не стоит не рекомендовала бы тем у кого жирная комбинированная кожа так что имейте в виду дальше пойдем дальше у меня будет вот такой крем бархатные ручки многие его знают значит ультрапитание роскошь макадамии с маслом ореха макадамии мгновенно впитывается источник нежности антиоксидантная защита по поводу этого крема крем хороший пахнет вкусненько не скажу что настоящим орехом макадамии ну да что то есть но не отталкивающий нет такого химозного запаха до впитывается намного лучше чем вот этот огуречный крем я довольна да но вы знаете как сказать им не нравится запах макадамии потому что вы знаете я даже хочу снять у меня есть у меня была такая задумка немножечко по поводу вот этого макадамии ореха и по поводу ухода да вот как используется масло макадамии у меня есть такая задумка и наверно тоже видео сниму если вам будет интересно пишите пожалуйста в комментариях давайте с вами пообсуждаем немножечко так крем классный хороший но есть искать второй раз возьму или нет я не знаю я бы подумала потому что знаете все таки вот здесь такая одушка она нет такого чтобы прям вау прям вот все это и вот расставил прямо в этом запахе нет для меня я говорила неоднократно что одушка для меня имеет не последнее место даже может быть первое потому что как крем пахнет и все если вам это нравится то он уже располагает к себе так что вот немножечко такой знаете вот ну да каждый день если его использовать особенно я например днем руки не мажу кремом я только на ночную единственно если там допустим что-то шелушение какие-то ли там ну допустим что-то в уборку делаете там без перчаток или что-то то если кожу рук сушит то конечно я делаю делаю говорю мажу кремом после уборки да а так вот ну немножечко навязчивый такой какой-то аромат и хотелось бы знаете уже что-то новенькое попробовать но крем хорошие свойства свои как говорится не свойства ства свойства свои оправдывает так что я рекомендую ну просто запах немножечко такой вот приятный но не на каждый день скажем так дальше так дальше по кремикам мои хорошие не поверите вот этот крем дальше у нас будет несколько косметика захотелось я не знаю даже почему я его купила захотелось вдруг мне вы не поверите он у меня очень давно сколько я его же как говорится не добивала сколько я к нему не возвращалась в итоге что выглядит он вот таким образом добивая его уже давно запах просто специфический я не знаю вот он мне давно лежит я не знаю вот уже осталось как говорится на если хорошенько то нам узюкаться как говорится на один-два раза но не могу его и выкинуть и тут написано крем для лица содержит экстракты женщине так и хинации витамин е масло шеи и оливы по поводу крема вы знаете потом нанесла на лицо сразу побежала смыла на руки тоже смыла короче уже думаю на ножки думаю пятки как говорится мазать я его добивала вот уже ну просто знаете я не знаю пишите если у вас этот крем был если он у вас в любимчиках если он вам нравится пожалуйста напишите мне может быть это у меня какое-то восприятие напишите пожалуйста ваши комментарии или может быть мне какой попался но навряд ли крем нормальный вроде бы но скорее всего мне по запаху это просто невыносимо но я понимала что женщине не будет пахнуть как говорится колокольчиками там ли розами там понятно да я понимал что женщине будет специфический запах но я не ожидала что до такой степени я кто пробовал женщине я женщине пробовала сам этот корень его пробовала у нас на рынке продавали корень женщине маринованный это корейская кухня я пробовала вкус специфический кушать его можно да но здесь скорее всего наверное просто очень сильная душка очень много добавили вот этого ароматизатора вот этого масла и поэтому знаете вот этот запах даже утром просыпаешься даже вот запу даже вот я ножки мазала и все и для меня я уже не оказалось бы но выкини его ну вот не знаю или выкину или вот попробую что с ним будет что будет то будет девочки мальчики снова болтаю снова уже 12 минут а у меня здесь 15 минут на свободного времени вот если уложусь уложусь попытаюсь побыстрее если нет ну перейдем уже в следующую часть видео что теперь делать такая вот я говорушка птица говору так давайте дальше дальше есть у меня еще вот такая штучка называется эта штучка 100 рецептов красоты крем для век лесная клубника и овсяное молочко да это старый вариант он не лежит я короче его купила этот гель я его купила купила его для того чтобы действительно пользоваться под глазки именно как крем для век но мне чтобы него пошла какая-то реакция потом второй раз попробовал то же самое мне раздулись все глаза кстати я смотрел передачу по центральному телевидению показывали я помню по моему я не буду называть не стоит называть на короче звезды эстрады там тестировали нашу советскую косметику до девушки певицы из 90-х вот и значит они тоже попробовали не именно вот эту косметику я не помню какой именно крем у них тоже пошла аллергическая реакция вот именно гели для века вот именно под глаза написано для век написано для век может быть это для верхней стороны для век тут не имеется ввиду под глаза но я не знаю для век мне кажется это просто может быть написано что для для век а так вокруг глаз я мажу и верху и внизу ну короче не знаю но все пораздулась и вот девчонки вот певицы да вот они тоже говорят это просто жесть тоже они встали и говорят что это невозможно использовать такое средство для глаз потому что никуда не выйти только темные очки одевать но и в итоге вот видите он не просто в основном это тебе практически полный я его думаю надо мне его поставить в использование как крем для рук очень удобный здесь носик вот такой крем беловато-розоватый вот он немножечко незавидовым или нет он беленький такой он такой беленько-розовый пахнет приятно он давно у меня девчонки давно но ничего он не испортился в плане того тухлятина никакой не пахнет вот а так вот когда бить для как крем для рук я думаю нормально так мои хорошие ну что вы думаете ну снова у меня моргает все проговорила 15 минут пролетел так мои хорошие ну давайте у меня здесь осталось немножечко совсем перейдем тогда с вами на следующую часть я не ожидал конечно что у меня так видео затянется стараюсь говорить быстро тараторить и и уже получается что все все мои хорошие буду вам признательна если поставите пальчик вверх под видео если вам видео понравилось подписывайтесь пожалуйста на мой канал я говорю как всегда увидимся в следующем видео пока пока